Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами программа «Доктор Плюс» и мы открываем новый цикл в новом году. Сейчас у нас в гостях Кузьмин Дмитрий Иванович, невролог, с которым у нас уже была передача и, я думаю, вы ее уже видели. И мы затронем такую тему, которая, я думаю, будет вам интересна. Она будет касаться сна. Он нам расскажет о том, какие проблемы сейчас появились в связи с тем, что, мы знаем, идет пандемия коронавируса и ее осложнения касаются различных аспектов неврологии и сна в том числе. Дмитрий Иванович, что вы можете нам рассказать о том, какие осложнения появляются вот сейчас в связи с данным заболеванием? Я хочу поблагодарить за то, что вы повторно пригласили меня, чтобы разобрать такую глобальную тему, которая сейчас происходит. В связи с тем, что сейчас многие испытывают трудности с переносимостью коронавирусной инфекции, возникает вопрос, человек переболел, а что с нем и дальше происходит? Дальше он сталкивается с рядом многих проблем. Это с нарушением сна, с другими проблемами, таким как головные боли, вялость, беспокойство, мигрени, которые могут быть, и апатия от всего, что сейчас бывает. Ну, давайте мы коснемся именно вот этой четкой проблемы, потому как, в принципе, бессонница – это вообще проблема человечества сейчас в настоящее время. А в связи с тем, что все-таки еще есть и накладывается на это все заболевание, которое все мы, в принципе, оно у нас сейчас присутствует. Как вы видите, как принимающий специалист, что происходит? Ну, прежде всего происходит такая вещь, что когда пациент болеет, у него возникает острая гипоксия вследствие поражения легких, вследствие чего головной мозг испытывает трудности. Гипоксия – это пониженное содержание кислорода. Термин происходит от древнегреческого «ипопод» и от греческого «оксик», то есть значкислород. Это и есть кислородное голодание. Пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях. Гипоксия возникает при недостатке кислорода во вдыхаемом организме воздухе. Если в крови, это будет гипоксимия. И это может быть также в тканях при нарушении тканевого дыхания. Так как вообще сама болезнь протекает сложно, трудности при засыпании возникают от того, что трудно дышать, дышка возникает. Это порождает патологический круг, когда у человека возникает чувство страха, что он может просто во сне уйти, умереть. И это друг за другом тянет другую проблему. То есть это чувство страха инициирует то, что у человека формируется бессонница, которая может длиться потом после коронавирусной инфекции длительное время. Вы сталкиваетесь с людьми. Каков процент людей, обращающихся к вам, именно с такими осложнениями? Процент вариабельный. 10-20% в популяции такой присутствует. Если брать взрослых людей, то практически у каждого третьего такая проблема может быть. Если брать более младших, где детское население, то они уже и тоже подвержены бессоннице. Но это уже за счет того, что родители беспокоятся, не спят и не уделяют и должного внимания ребенку. Ну, мне бы хотелось бы немножечко пойти вглубь и чтобы люди поняли, как все-таки формируется сон. У нас есть две формирующие системы, которые задают возможность нам отдохнуть. Две системы регуляции сна. Первая через гормон мелатонин, а вторая через регулирующую систему глаза. Когда световая информация от палочек и колбочек, это светочувствительные клетки глаза, поступает в подкорковые ядра гипоталамуса. Затем эти сигналы подаются в шейный отдел спинного мозга, откуда поступает обратно в головной мозг и эпифиз. Где под воздействием норадреналина происходит пианалцитах, это клетки шишковидной железы, синтез мелатонина. Вот яркий свет как раз и блокирует мелатонин, тогда как в темноте идет его выработка. Так и поддерживается суточная периодичность. То есть, зачем вот это вот циклическое ритмичное изменение, которое есть? То есть, мы же бодрствуем днем и ночью мы спим. В чем, скажем так, заключается именно физиология этого процесса? Вообще, организм заложен так, что есть как тормозящие нейроны, и возбуждающие нейроны. И чтобы не возникало перегруза как возбуждающих, так и тормозящих нейронов, головной мозг так сделал, что работая головной мозг все равно и должен... То есть, мы должны сказать, что мозг никогда не останавливается. Он постоянно работает, даже ночью. Головной мозг, он работает, но ночь он работает по своим циклам. В нем свои циклы, ночью свои цикличности, и все идет по кругу. То есть, сам сон у человека длится буквально где-то 40 минут, человек спит. И реальный спит, глубокий сон, все. Дальше наступает поверхностный сон, который сменяет фазу, так называемый РЭМ-сон, который переходит в более глубокий сон. И вот эта цикличность... То есть, идет сначала какой-то сон, потом идет активная фаза, в которую мы видим сны, сновидение. Потом отдыхает. Но тут нужно еще сказать, что есть два интересных механизма. Один из них – это мелатониновый механизм. То есть, он идет через эпифис, шишковидную железу, и выделяется тогда, когда падает освещенность. То есть, ночью выделяется много мелатонина, и он, как гормон, все гормоны, которые активны, он их приглушает. Мелатонин – основной гормон эпифиса, шишковидной железы, головного мозга. Это регулятор суточной активности у всех животных. Также мелатонин относится к антиоксидантам. Это вещества, связывающие свободные радикалы в организме. Мелатонин вырабатывается в ночное время и получил название гормона сна. В организме человека мелатонин синтезируется из аминокислоты триптофана, которая участвует в синтезе нейромедиатора, то есть нейропередатчика серотонина, который называется гормоном счастья. То есть, сон и счастье находятся рядом. Производство мелатонина зависит от освещенности. И роль его одинакова для всех животных и растений, что указывает на его универсальность и архаичность. Он приглушает, на первое место выходит тормозящий, который дает нам спокойность и сон. И есть второй механизм. Первый механизм, мы его получили от самых примитивных животных. И даже мелатонин, он есть в растениях. То есть, один и тот же гормон и в растениях, и в высших организмах присутствует. Но есть еще и другой механизм. Это механизм, который в субарахноидальных ядрах. И там вырабатываются определенные вещества, которые в связи с чем это произошло. Когда-то, ну это интересный такой факт, когда-то у нас был третий глаз. Вот этот третий глаз, он у нас был теменной. Вот он как раз и регулировал мелатонин. Но потом в связи с тем, что крышка мозга закрылась, то в принципе мелатонин перестал регулироваться. И мы теперь получаем другую часть информации через глаза. Когда есть освещенность, то тогда возбуждаются подкорковые центры. И они выделяют определенные вещества, которые тоже регулируют циркадную активность. То есть, вот такой вот. То есть, вот есть два механизма, которые поддерживают наш сон в норме. Да, это так. И все в головном мозге запрограммировано так, чтобы было и бодрствование, и успокоенность. То есть, нам, в принципе, для того, чтобы по, скажем так, рекомендациям ВОЗ, нам необходимо всего 7 часов. Ну, минимально 7 часов для того, чтобы нормально выспаться. Нет, чтобы нормально выспаться, чтобы нормально человеку выспаться и восстановить максимально, нужно час-полтора. Потому что вот все те 7 часов, которые спит человек, это идет циркулирование вот этого процесса. По 30-40 минут в фазности, то идет бодрствование, сновидение, рем-сун и снова восстановление. То есть, по сути, человек постоянно находится... Пройти определенное количество вот этих активных фаз для того, чтобы мы ощутили, скажем так, высыпание, скажем так. Ну, их где-то около 5 таких циклов должно минимум пройти. Это чтобы минимум головной мозг восстановился. Если больше, то есть, это 6-7, по сути, циклов происходят, колонный мозг более глубоко и полно восстанавливается. Ну, в принципе, конечно, это... То есть, еще для бессонницы характерно то, что есть разные виды бессонницы. И человек во время того, как он спит, он просыпается, но он чувствует свою бессонницу, то, что он запоминает эти моменты, когда он просыпается. Если же он нормально их переносит, он потом их просто забывает. И таким образом у него нет этой бессонницы. То есть, вот такое расстройство сна, оно бывает разных типов. Просто расстройство сна в чем проявляется? То, что нарушена вот эта регуляция. И когда идет регуляция сна по кругу, то есть, вот эти фазы друг друга сменяют, то есть, здесь идет нарушение цикличности. Если идет нарушение цикличности, возникает и нарушение сна, возникает бессонница. Да, человек чувствует бессонницу, хотя он, в принципе, получил тот же... Потому что он из одной фазы должен был перейти в другую, а это не происходит, и он просыпается. Да, ему кажется, что он, в принципе, не выспался. Хотя, на самом деле, он получил те же пять циклов, которые и были, но на самом деле он чувствует свою, скажем так, неудовлетворенность. И тут мы можем сказать, что вот когда есть ковид, и одними из проблем ковида – это нарушение все-таки микроциркуляции, то, естественно, это все... Это все усугубляется в несколько раз, потому что идет нарушение всех регуляторных функций, нарушение обменных функций, нарушение питания головного мозга. Прежде всего, возникает гипоксия, которая посуществует тому, что нужно дышать, 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 заставлять себя дышать, чтобы воздух поступал. И чтобы за счет воздуха головной мозг получал свою дозу кислород, для этого необходимо достаточное количество крови, которая должна приносить кислород. Головной мозг, как и спиной, покрыт тремя мозговыми оболочками – мягкой, паутиной и твердой. Он имеет систему желудочков и цистерн, в которых вырабатывается жидкость, называемая ликвар. Всасывается произведенная жидкость в суборахноидальном, то есть подпаутинном пространстве, откуда поступает в общую систему кровообращения. Ликвара не так много, его всего 140-270 мл – это спинномозговая жидкость, которая находится в четырех желудочках мозга. В сутки продуцируется около 600 мл ликвара, который поддерживает обмен веществ между мозговой тканью и кровью. А если идет нарушение определенных мелких сосудов, и часть крови не попадает, то, естественно, мы получаем… Да, здесь сразу же запускаются патологические круги, которые тянут за собой многое. То есть в бессоннице человек, не выспался, наутро что он испытывает? Головную боль, верность, неудовлетворенность чем-то. И здесь друг за другом возникает куча всяких проблем, которые мешают человеку выйти из этого состояния. Нормализовав одну и только фазу, уже и можно преодолеть остроту самого переносимости вот этого постковидного синдрома. Нормализовав только сон, уже и можно более спокойно просыпаться и себя более бодро чувствовать, чтобы давать дальше силы. Давайте рекомендуем теперь людям, как им в принципе самим воздействовать на то, чтобы получить более-менее нормальный сон. То есть что нужно сделать? Вот допустим, человек готовится ко сну, что ему нужно сделать в первую очередь? Прежде всего сделать достаточное количество кислорода в комнате, просто открыть окошко, проветрить. До того, как лечь спать, нужно за несколько часов исключить раздражающие различные агенты. Чтобы не происходило оттока крови от головы к желудку, чтобы не было несколько часов до сна. Снизить активность. И активность не только физическую, но и активность психоэмоциональную. Так что в принципе мы можем еще, скажем так, человеку помочь тем, что он сначала должен войти в сон. Он должен себя подготовить. Подготовиться, да. Уважаемые врачи, здравствуйте. У меня немножко объемный вопрос. Хотел спросить. Вот мы живем в таком сумасшедшем ритме. Есть ли возможность выспаться за два часа? Если на сон действительно осталось полтора-два часа, возможно ли это? Так, чтобы этот сон был такой же полноценный, как сон за 6-8 часов? Это первый вопрос. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, я слышал, что некоторые монахи умудряются, будет действительно за два часа выспаться так, как будто они спали вот те же самые 8 часов. Правда это или нет? Спасибо. Спасибо за вопрос от наших телезрителей. И скажу вам, что, ну, по моему мнению, за полтора часа нельзя выспаться за 8. Это невозможно. Потому как необходимо, как мы уже говорили, определенное количество активных фаз. То есть человек должен пройти определенное количество... Цикличность. Да, это цикличность должна быть. Минус 5 фаз должно быть. Это минимально. То есть это приблизительно около 7 часов. Да, можно, в принципе, рекомендуется, что если ты не выспался и у тебя ты не доспал какое-то время, то на следующий день ты должен компенсировать половину хотя бы этого времени для того, чтобы чуть-чуть восстановиться. Вот это самое, скажем так, минимальное время, которое необходимо. Если вы постоянно будете жить в таком ритме, то к какому-то времени вы просто потеряете жизненный тонус. Не, ну, просто здесь момент такой еще, как сам человек настраивается на сон. Если он перед этим работал, 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 пил кофе, кофе, кофе в больших количествах. И сразу же хочет заснуть быстро и спокойно. Это не получится. То есть, чтобы хорошо заснуть, себя и нужно подготовить. Или же физически пойти позаниматься. Просто разогнать ту скопившуюся кровь в ногах, в голове, в теле. Чтобы просто сон пошел на пользу. А когда человек весь перенапряжен, весь какой-то проблемой озабочен, уснуть очень сложно. Есть определенные методики для того, чтобы, в принципе, как-то компенсировать то, что ты недополучаешь. Ну, там есть аутотренинг, медитация. То есть, это все может вам помочь. Аутотренинг происходит от греческого слова auto, что он знает сам. И тренинг английского train. Психотерапевтическая методика, направленная на восстановление динамического равновесия различных механизмов человеческого организма. Нарушенных в результате стресса. Методика аутотогенной тренировки основана на применении мышечной релаксации, самовнушении и аутодидактике. То есть, самовоспитании. В качестве лечебного метода аутотренинг был предложен немецким врачом Иоанном Шульцем в 1932 году. И разработанным на основе медитативных практик индийских йогов. Медитация. Что значит на латыни медитацию, размышления. Ряд психических упражнений из духовных и религиозных и оздоровительных практик, создающих особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений. Медитация может рассматриваться как особый вид созерцания. Цель медитации является достижение самадхи, что можно перевести как безмятежность, мир, умственное, физическое спокойствие. Но полностью компенсировать сон они не могут. Потому что это физиологически уже запрограммированный биоритм организма, который по-другому не получится преодолеть. То есть, природа сделала и так, что должен работать защитный механизм. Потому что, если не будет срабатывать защитный механизм, то головной мозг просто-напросто перестанет правильно работать. И возникнет какая-то декомпенсация острая, которая все равно скажется не сейчас, но отдаленно. Да, и она может вылиться не только в физиологические какие-то проблемы, но и в самые патологические. Психопатии различные могут возникнуть, различные расстройства эмоционального восприятия, все что угодно. Поэтому чем крепче сон, чем глубже сон, чем качественнее сон, тем лучше сам человек восстанавливается. И практически вот выспаться за полтора, но за два часа, ну это невозможно. Невозможно, потому что само полное восполнение, даже на клеточном уровне, оно только начинает восполняться. И вдруг бац, этот процесс прерывается. Такого не может быть. То есть, все должно восполниться. Даже если головной мозг начинает в определенном режиме работать, когда мы активно работаем, работаем, у нас головной мозг потребляет избыточное количество глюкозы. И когда мы работали, и у нас головной мозг перенасыщен глюкозой, всем заснуть тоже не получится. Если человек думает, что больше всего энергии получают мышцы или все остальное, то больше всего энергии получает мозг, когда он работает. Когда он начинает функционировать в авральном режиме, он получает от 25 до 40% энергетических веществ, которых есть в организме. То есть, это настолько энергоемкая система, это как, в принципе, просто работается стандарь. Ну, это, по примеру, аккумулятор в машине. Если мы чуть не зарядим аккумулятор в машине, мы далеко не уедем. И так же и головной мозг, он должен правильно восстановиться. Восстановиться и трудиться. И трудиться. Потому что от того, как качественно он... Режим трудоизводится. Да, так и он дальше будет работать. Просто простой пример. Дмитрий Иванович, ну, вот смотрите, мы, в принципе, говорили о том, как входить в сон. А вот нам же нужно все-таки понять место, где мы спим, какое оно должно быть, как лучше его обустроить. Что для этого надо? Ну, прежде всего, это должно быть хорошее в биологическом и биоэлектрическом смысле место, где человек хорошо засыпает. Это должно быть все определенные, скажем так, вот как в этом отношении у меня космонавты. Им же делают индивидуальные, когда они поднимаются в космос, им делают индивидуальную лежачок, скажем так. Он же твердый. Он просто делается по контуру тела. Все разные конституции, все разные весовые категории. Да, нужно подобрать. Кому-то просто легко на мягком спать, кому-то более на жесткой поверхности. Нужно подобрать определенный матрас. Определенный матрас, да. Значит, нам нужно еще, чтобы подушка была специфическая. Она должна создавать такие условия, чтобы позвоночник был... Чтобы не нарушалась циркуляция крови, чтобы не было переразгибания в шею, в шин, в отделе позвоночника. То есть, в принципе, еще человек все время во сне, он ворочается туда-сюда. То есть, он должен постоянно принимать определенные такие позиции, где у него не будут передавливаться сонные артерии, чтобы головной мозг постоянно работал. А он работает во время сна, он именно работает. Он не отдыхает. Он специфически... Это специфическая работа. И еще, скажем так, главное, я считаю, что человек должен правильно выйти от сна. Как вы видите просыпание? Что должно быть? Чтобы человек хорошо вышел из-за сна, должен быть прежде всего качественный сон. Если человек качественно спит без всяких раздражающих моментов, без того, что его постоянно кто-то там будет, давай это, давай то. То есть, не начитался вечером, не насмотрелся всяких интернетовских гаджетов, всяких интернетовских новостей. То есть, нужно сказать... Он должен, прежде всего, подготовить головной мозг к тому, чтобы... И его не только нужно подготовить, но нужно активировать. То есть, вы просыпаетесь, уже есть определенная освещенность. А так как мы уже говорили о том, что у нас есть... Мы получаем часть, скажем так, воздействий через глаз. То есть, вот эта вот освещенность, она и будет стимулировать человека к тому, чтобы он резче перешел к активной фазе. Для этого необходимо, чтобы света было достаточно. Если вы хотите, чтобы у вас запустился механизм. Вот этот вот. То есть, существует... Мы, если выделим вот так, я думаю, вы меня поддержите, что предварительная фаза, мы должны войти правильно в сон, правильно выспаться и правильно себя активировать для того, чтобы потом активно участвовать уже в следующем дне. Ну да, все правильно, потому что для того, чтобы восстановиться, прежде всего, человек должен встать, как раньше и говорили, ложились при Луне, вставали при петухах, когда наступал рассвет, и когда включались естественные биоритмы организма. То есть, когда светло, хорошо, и на душе хорошо, что солнышко везде... На этой, скажем так, гармоничной ноте мы заканчиваем нашу передачу. Я благодарю Дмитрия Ивановича и скажу вам, что если вы хотите, чтобы у вас все было нормально, чтобы вас не мучила бессонница, вы соблюдайте эти определенные правила. Правила подготовки, сна и выхода из сна. Всего хорошего. Спасибо всем, кто нас смотрел. Субтитры подогнал «Симон»!